В результате мы таки сделали оккупацию, но только не университета, а министерского образования и науки. Мы не могли подумать, что нам надо закупировать министерства и влиять на такую масштабную политику, но потом 18, 19 и 20 февраля были очень жестокие события. В результате, в котором погибло 77 человек, часть которых выстрелили снайперы, и президент сбежал из страны, то есть полиция перестала оказывать сопротивление протестующим. В результате. В этом году мы находились в Министерстве чуть больше недели. Сначала было 5 требований, потом их стало 52. В результате того, что мы не просто сидели, а разбились на рабочие группы. Одна из рабочих групп за ним была студенческая самооборона, которая разыгрывала из себя армейскую часть, которая охраняла это министерство. И таким образом мы не допустили того, чтобы правый сектор туда мог зайти, и не допустили, чтобы представители националистической партии свободного туда зайти, потому что они пришли, а у нас там забор, люди бронишлеты с дубинами, и мы сказали, вы сюда не зайдете, это студенческое министерство, они ваши. Да. Да. И в этом году мы не удовлетворили. Это было чем 10 лет. Аминь было 5 заставлено, которые студенцами были, спетеры 52. В общем, одна рабочая группа это была самооборона, вторая это которая придумывала требования к министерству, какой бы министр не пришел. Третья это в основном представитель такого официального студенческого соблюдения, которые захотели общаться с будущим министром, то есть там предложили кандидатуры, им звонили, ну переговорщиками были. Вот, и была еще рабочая группа по вопросам науки, которую организовали аспиранты и молодые ученые, вот, и была по школьному образованию, но я не знаю, вот их требования туда, куда мы затеряли. Да, да, да. В результате мы согласились о двух кандидатурах, ну вот вся, там же в министерстве мы опять устроили ассамблею, хотя половина участников были такие официальные лидеры самоуправления, которые не хотели ничего там горизонтально обсуждать и хотели всем сказать, что им делать и идти разговаривать с будущими министрами. Вот, но все равно мы сделали там эту ассамблею и тоже кандидатуры, кого бы мы хотели быть министром, мы все вместе обсуждали, и в результате на двух мы сошлись, и мы пригласили к нам на это оккупирование министерства, и они каждый по очереди пришли, и мы с ними поговорили, и потом публично заявили, что кто-нибудь из этих двоих нам подходит. И, ну, да, Саша хочет подчеркнуть, что, значит, про то, что мы про обе кандидатуры соглашаемся, там все-таки был не консенсус, а голосование. То есть большинством голосов, что вот и тот, и другой кандидат, мы, в общем-то, согласны, чтобы они были министрами, потому что та часть, которой была анархисты и околоанархические активисты, они были против, да, в общем-то, обеих кандидатов. Ну, там, 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 в принципе, уже принимало вопросы, где-то не министры и законы. Нет, 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 Ваня понимала. Ну, 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 блин, давай я, опять, не будем готовы? Ну, 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 да, так, да. Wobei Alex hier nochmal klarstellen möchte, dass diese beiden potenziellen Ministerkandidaten nicht nach dem Konsensprinzip entschieden worden sind, Но более свободолюбая часть протестующих была уникальна, когда мы решили, что все вместе, то есть и вот эти либеральные коллеги нас поддержали, что мы не оставим эту территорию, пока новый министр, кто бы там ни был, не письменно не зафиксирует, что он будет исполнять, и вот эти 52 требования, которые мы все вместе написали. Но другие, которые и либеральные студенты, konnten sich именно darauf verständigen, что они не будут оставаться, пока новый министр а в области и б в готовности, что он эти 52 требования для студентства erfüllen. Одним из требований было, например, что все финансирование, бухгалтерия министерства должно каждый день публиковаться на интернет-сайте этого министерства. И вот этот будущий министр, он сначала говорит, что это невозможно, никто так не делает, так невозможно. Вот, но мы стояли на своем и сделали, значит, первый день, когда он уже был официально министром, он пришел в министерство, но никого из его работников мы не пустили, они стояли под сбором. Вот, а он зашел и получил переговоры с нами, ну там с переговорщиком от нас. Вот, и пока он мне не просто сказал на камеру, что да, я это все сделаю, а подписал, значит, указ, что вот эти будут выполняться, включая с тем, что да, мы найдем способ, чтобы публиковать бухгалтерию на сайте, мы никого не пускали в министерство. Да. Да. Eine der Forderungen war zum Beispiel, dass täglich die Buchhaltung des Ministeriums im Internet veröffentlicht werden soll und der Minister wollte sich darauf überhaupt nicht einlassen, weil er sagt, das macht doch keiner und das ist doch gar nicht umzusetzen. Und als er dann halt tatsächlich im Amt war, den ersten Tag, haben die Studenten, die ganzen Mitarbeiter des Ministeriums natürlich nicht ins Ministerium reingelassen, nur den Minister reingelassen und die Gespräche fortgesetzt, so lange, bis der dann eben gesagt hat vor laufender Kamera, ja, ich unterschreibe das, also wir finden eine Möglichkeit, wie wir das täglich veröffentlicht bekommen.